Ребяты! Коля едет, но пока не на работу. Мама его попросила, надо гусятам корма купить съездить. Ну, у неё же гуси эти. И чути. Не, гуси. Вот, и это самое. Я заказала, Боньке съела мясо. Потому что они, заразы, куритину есть не хотят. Ну, да, курятине особо никакой пользы нету, поэтому... А девочка, которая... Ну, у неё брали мясо постоянно. Она была на море. Вот. И вот только она вернулась с моря, и мы заказали. Сейчас надо поехать. Я 5 килограмм кабычков, кадычков заказала. Вот. Привезёт кадычки. Расфасую их, а потом уже на работу. Ну, то есть маму тоже привезёт с кормом. Маме там город надо что-то Колиной. Вот он с ней едет. Она гусиком корм своим купит. Вот. Вот. Коля купит, заберёт наши кадычки. Вернее, не наши, а говяжьи. Вот. И завезёт маму домой. И заодно и приедет домой, и нам привезёт эти всё дела. И возьмёт уже еду с собой на работу. Дождь. Дождь. Это такой суточный, мне кажется, затянул. Видите, небушка. Всё тёмное-тёмное. Ну, хорошо. Пускай. Если даже вот так вот почунуть меленький, это даже хорошо, чем ливень. Мелкий он лучше промачивает землю. Потому что когда ливень, оно вот это одним пластом стекло. Всё. И всё. А когда... О, курица. Боже, а что они его под дождём лазают? Мокрые, фу, обдёрганные такие. Кошмар. А когда меленький, он впитывается, впитывается, падает на земельочку, впитывается. Всё. Зайка поехала. Поехала, зайка. Пока-пока-пока. Опа. Николаша привёз что? Николаша привёз нас. Нашим собакинам. Кадыки вонючие, фунт. Ну, почему вонючие кадыки? Их просто надо помыть. Хорошие. Надо было, надо ездить заказывать. Носистые. Классные кадышки. Сейчас Николашка едет на работу. Ну, что я этим всем делом займусь. Всё. Провожаю Николашную работу. Видите, дождик у нас подзакончился. Но всё равно пасмурно. Очень-очень пасмурно. Поэтому я же так думаю, что это на целый день. Он будет то начинаться, то заканчиваться. Я поехал в Олимпийский, блин. Оно уже жарко стало. Да? Не, ну сейчас хорошо. Сейчас свежо, классно так. И сразу моментом, там трава начала подниматься. Вы посмотрите. Всё. Давай, чмоки. Давай, давай, чмоки. И ехай, и ехай. Пока-пока. Да, едет Николашка на работу. Давайте я же туда приведу. А что порубишь? Гляньте, что у нас. Видите, какая у нас дорога. Супер-пуперовская. Двою 20. Ещё один ливень. И у нас скоро будет сплошная здесь яма. Ямища просто. Власти. Вы куда смотрите? Писала-писала заявление, рассказывала нашим властям о том, что сказали, да, перед выборами. Мы что-то порешаем. И вот что-то, как только, так сразу. Выборы прошли, и всё. И до свидания. Питька, питька, а что там? Как-то он. А, он прям тут разворачивается, что ли? Э-э-э. Бедный Коля. Все отдыхают сегодня. У всех праздник, а ему на работку. Ну, ничего. Он же мужик, правильно? Ну, что, пока-пока, покажи. Что-то я за ним последние дни скучать начала, ё-моё. То вроде друг другу поднадоели, отдыхали. А сейчас он пару дней работает, уже вроде как соскучилась. Ой, у меня такое бывает. Особенно под такую погоду хочется нежиться под Адилайком вместе, а не на работу ходить. Что наша речка? Вот эту вот я говорила, штуку надо её нафиг срезать. Это разросся вот этот клён. Мы его весной, собаку такую, срезали. Полностью расчистили, срезали. И вы посмотрите, что вымахала. И здравствуйте, девушка. И здравствуйте, как ваши дела? Скажи, почему ты, мама, меня не берёшь с собой? Почему я вот здесь стою и заглядываю в дырочки? Жутик. Вот. Этот клён, это же клён, правильно? Или что это такое? Ну да, клён, по-моему. Разрастается моментально. Вот как только его убираешь, мы видим речку. То есть даже я вот так стою из-за забора, я вижу очень хорошо речку. Вот. На речке так красиво иногда бывают лебеди плавают, там уточки плавают. Такая такая штука. Вот, красивенькая. И через камеру могла бы наблюдать, она же крутится вот сейчас. И очень классно получается, что если срезать вот это всё, можно... Ой, птичка какая красивенькая полетела. Срезать всё, я смогу спокойненько её туда направить и наблюдать. Я же там могу увеличивать даже, получается, картинку. Класс. Не выходя из дома, за речкой наблюдать. Это просто бомба. Вот. Вот. У нас, видите, он ветки сломал, ветер. Так и осталось. Нужно вообще-то это всё дело... У нас каждый год приезжают, вот видите, провода. У нас столбы новые поставили. Вот. Вот это всё новое, старое забрали, сняли. Новое поставили столбы, натянули крутые такие хорошие провода и всё остальное. Но что самое интересное, взяли вот провод, кинули на соседнюю улицу вот таким вот образом. Через вот это все, кусты, через вот это всё. И каждый, блин, год, даже два раза в год, он, видите, что творится. Сейчас я вам ближе туда подведу, покажу, попробую. Вон, вон, провод идёт, аж туда. Каждый год приезжают хлопцы на вот этой машине, огромной, с краном. И аж туда чаще его запускают, это хлопца, ну, мальчика. И он вот это прямо берёт, обрезают вот эти все ветки, они все валятся, падают, потому что это же провод всё-таки. Я говорю, нельзя было и на той улице как-то столбы там что-то поставить, я не знаю. Там у нас ещё закручье, получается, ещё одна улица идёт. Вот, а столбы только у нас поставили. Столбы поставили дорогу вон, видите, ничего и никак. Я же говорю, надо было схвататься за этих депутатов, когда ещё перед выбором, когда они там все обещали, лозунги бросали, вот, да мы, да то, да сё, да засыпем, да приедем, да то. Я же такая, ну, хорошо, всё, прям расслабилась. Она была уже дожимать их прямо до ещё выборов. Тогда бы точно сделали. А как только выборы прошли, всё, ни у кого ни на что времени нету. Занимайте очередь, записывайтесь на приём и всё остальное. Короче, вот такие вот у нас пироги. Всё, девчата и мальчата, пошла я дальше заниматься делами. Вот, и, и чё, и всё, и всё, и чё, и всё. И сибака вот такая, и беребака, скажет, да, дождь был с самого утра, невозможно было ничего нигде бегать. Вот, вообще, какой-то кошмар, да, вот какой-то кошмар. Бегать невозможно было совершенно. Всё мокро и мокро, да, и мокро, и мокро. Жучка, всё, будет тебе уже мясо вкусное на ужин. А то совсем не хотела мясо есть, засранка. Курятину вообще не хочет есть. Перестань его трогать. Ну, сейчас же лапой получишь. Сейчас как треснет тебя, дружбан твой. Вот так, вот сейчас, правильно, ёшик, давай её. Тресни. Ну, он её так особо не трескает, но может когтиком задеть. Так что так. Всё, девчата пока спят. И будить их даже не буду. Зачем будить, если сегодня праздник, и ничего сейчас пока делать нельзя. Чтоб они меня тоже не напрягали, пускай спят. Лучше уже проснуться вечером. И, ну, не вечером, в обед проснуться. Пока там проснуться, пока то, пока сё. Вот, а потом будет мне помогать с помидорами. Ты чё, ты чё ёжиков своих поразбрасывала? Ёжиков своих поразбрасывала? Почему? Почему? Почему ёжика разбросила всего? Забирай его. Понесли домой, будем мыть его. Грязный весь. Грязный весь твой ёжик. Пошли. Бери. Пошли. Пошли. Ну, пойдём, ёжик придёт. Ты чё, ёжика, бери. Бери. Чё бросила-то? Забирай. Пошли, пошли. Всё, погнали домой. Погнали. Так, девочки и мальчики, многие у меня просили показать эту коробку за камеру, потому что я про камеру рассказываю-рассказываю, а, ну, то есть коробочку эту, ну, чё-то не знаю. Я всем пишу, спросите у Витасика, что за фирма, что к чему, вот, я не знаю, не спрашивать, наверное. Он-то лучше в них разбирается, потому что у него такая же дома стоит. Вот такая вот штука с двумя рожками, название, наверное, вот. Смотрите. Вот. Вот такие вот. Вот. Показываю следующую сторону. Вот. Ну, как-то так. Ничего, никаких больше обозначений здесь нету. Ну, вот здесь вот какие-то ещё есть. Вот модель написана, наверное, да? Ребята, у нас до сих пор идёт дождик. У нас идёт дождик до сих пор. Он, видите, то солнышко как бы вылазит, то опять нахмуривается полностью всё. Бонька в доме сидит, потому что жарко. Ой, жарко, холодно. Вот, и сыро. Вот. И что, и сегодня, что, праздник, праздник. Делать пока ничего нельзя. Я вот осижу и не знаю, чем себя занять. Кошмар какой-то. Просто поставила там, намыла помидорки, поставила свеклу варить. Вот. И думаю. И что делать? Ну, с варёной свеклой-то борщевую заправку легче сделать. Может быть, действительно. Сейчас девчата попросыпаются туда-сюда. И, может быть, хоть что-нибудь. Может, баночки простерилизовать. Ну, короче, в общем, жесть. Выражение морды. Ну, что такое? Что это за погода? Что это за погода такая вообще непонятная? Села. Возмущённая собака. Кто спрашивал за Еву? Ну, лечим. Мы сейчас ей мажем мазью Вишневского, получается, ушко. Вот. Да и всё. Пока месь. Он сказал мазать Вишневского, а там будем дальше разбираться. Вот такие пироги. В общем, все сидим в доме. На улице сыры. Прохладно. У меня он до сих пор в холочке. Так что так. Всё, Китя, на работе. Привет, ребята, вам с работы. Вот, хочу вам поделиться с вами немного весельями. Я тут веселюсь на работе. Радуюсь, короче. Хочу вам немножко показать тоже. Для прикола, чисто. Чисто можно так сказать, чтобы поржать, короче, ребята. Это законченная штукатурка, чтобы вы понимали. Это законченная штукатурка. То есть, как вам объяснить, как вам объяснить, да? Чтобы вы понимали, о чем я вообще сейчас веду речь. Смотрите. Вот я поставил. Вот уровень, да? Вот уровень штукатурки. А здесь он почему-то меньше. Ну, то есть, естественно, здесь никто не штукатурил. Вот так вот помазал. А буквально замазано и всё. То есть, вот смотрите. Вот так вот помазано, помазано, да? То есть, чтобы вы понимали, везде, везде, видите? Везде это община вот такая. То есть, человек, ну, блин, подумал, что это уже законченный вид. Типа, хватит вот так вот. Вот так вот у нас всё там выглядит. Ну, ладно. Это, короче, вот такая вот полоса. Она полностью не готова. То есть, она не доведена до ума. Ну, тут ещё один прикольчик есть. За счётчиком. За счётчиком. Оба! А за счётчиком у нас голая стена. Ну, а чего? А зачем там штукатурить? За счётчиком. Туда же, как бы, ну, залезть тяжело, наверное, сложно. Я фиг я знаю. Ну, как видите, да? Вот так вот. Я просто уже смеюсь, знаете, ну, блин. Потому что, ну, что тут это? Вруска-то. Нужно просто уже смеяться. То есть, да? Понятно. То есть, такие сложные места. Ну, и не штукатурить. Мо нафига она одна. Пускай таки будут её мочу. Всё покрасим вместе. Я бою, там, натянем вот так вот. Да и всё, блин. И всё будет пучком, ё-моё. А чё нет? Ой, ребятки, ребятки. Ну, шо? Я закончил. Я уже показывал, да? Что рабочую зону я закончу. Вот она уже готова. Далее. Там сейчас надо вот переделать электропроводку. Ну, вот этот кабель был заведён вот туда вот. Какого-то фига в... Ну, вы поняли, да? В вытяжку. То есть, зачем он был туда проведён? Непонятно. Если же сейчас вытяжки, ну, под вытяжку это было сделано. Вытяжки встраиваются в кухню. И, естественно, рядом с вытяжкой надо сделать розетку. То есть, где-то рядом, где вытяжка. Вытяжка должна была быть по центру, потому что по центру здесь будет газовая плита. То есть, значит, надо было делать розетку, ну, хотя бы здесь кабель где-то вывести. Вот возле распред коробки. Но ни в коем случае не туда. Поэтому я там разбил всё нафиг. Ну, всё, чуть-чуть разбил. И вот он, висит кабель. Я его достал. То есть, чтобы уже запустить, придётся здесь где-то сделать штробу. И вот вывести здесь розеточку. Не знаю, как там, что там. В этом моменте. Или, может, чуть ниже, потому что вытяжка, по идее, будет вот здесь. Потом там её двигатель. Тра-та-та, короче. Где-то в этом районе надо будет сделать. Розетку посмотрим. Лучше, конечно, знать размеры шкафчиков. Тогда будет просто идеально. Чтобы не получилась розетка, у нас на уровне полки. Посередине полки. Это вообще будет жесть. Так, ну что? Ну что, пол. Пол, естественно, делается в конце. Пока не закончатся все штукатурные. Не знаю, электро-работы. Ну, короче. Шпаклёвочные. Потом уже будет делаться пол. Я уже здесь убрался. Всё красиво. Ну, пока не грунтовал. Думаю, ну, его баню грунтовать. Кстати, ребята, нашёл, блин, грунтовку. Я просто обалдел. Я раньше не всё время пользовался. Это Аквастоп. Ещё когда я начинал работать, это было, я не знаю, сколько там, 12, уже 15 лет назад. Я уже сбился, короче, со счёта. Вот это была такая вот грунтовочка. То есть это концентрат. 1 к 10. Обалденная штука. Я, правда, сейчас, сейчас не знаю, блин, вот, проверю, скажу, блин, кому интересно. Вот. Во-первых, получается дешевле. Ты берёшь в такую баночку, да, литровую, 170 гривен. Разводишь её на 10 литров, и получается у тебя 10 литров офигенной грунтовки за 170 гривен. То есть, а если покупать, вот я уже разбавил тут половинку. Если же покупать, вот, готовую, готовую, да, вот, 10 литровую, то она уже идёт хорошая от 200. От 200 и выше. 200, 220, 250, 300, и пошло-поехало, короче. Так что так, товарищи. Что я занимаюсь? Вот чем я занимаюсь, короче. Сейчас доделаю вот здесь вот эти вещи, вот. До штукатуры там, и на сегодня, наверное, всё. Вот почему, потому что, ну, блин, потому что надо ждать заказчика. Заказчик сказал, что приедет на выходные. Это будет суббота, сегодня у нас шо? Четверг, пятница? Короче, четверг сегодня, да? Да, с ним четверг. Получается послезавтра, блин. Чем заниматься, фиг я знаю. Ничего не закончить, потому что я не знаю, где что будет. Я не знаю, как будут расположены эти ящики, ну, конкретно, более точно. Поэтому в субботу будет и кухонщик, ну, короче, кто мебель делает на кухне. Поэтому с ним можно будет обсудить высоту розетки здесь, чтобы сделать правильную розетку. Высоту розетки здесь, где у меня, вот, видите, выведен. Далее, 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 далее. Опять же такие, каналы. Каналы, видите, я верхнюю не заделываю, ничего с ним не облагораживаю. Потому что я не знаю, какие будут вытяжки, диаметр. Я не знаю, какая будет вытяжка здесь встроенная. То есть у него может быть от 100 до 150 диаметр. Поэтому я там не могу ничего сделать с этой штукой. Я не знаю, какая будет высота кухни, чтобы там понять, мне заделывать сверху или заделывать снизу. Я не знаю, какой диаметр будет у газовой колонки. Короче, капец, блин. Работаю, понимаете? Я на работе. Ничего не знаю. Не знаю, что оно, как оно будет и как можно, блин, это все дело, блин, заканчивать, если ничего не понятно. Поэтому в субботу это все будет понятно. И будет все продолжаться. На следующей неделе, я так понимаю, уже смогу нормально все закончить. И уже, в принципе, закончится по стенам и сделать на пол плитку. Так что так, товарищи. Вот немного моей работки. Там скоро тематику запишу. Ну, как, не запишу, а склепаю. Сделал я видео, как я ложу плитку, вот эту рабочую зону. Поэтому, кому будет интересно, заходите, смотрите, пишите там комментарии какие-то. Вот, даже кому не интересно, тоже заходите, посмотрите хотя бы. Хотя бы просмотры сделайте. Ну и палец вверх, конечно же, палец вверх. Я буду тоже вдячный, если поставить пальчик вверх. Все, товарищи. Все. Я сейчас замешиваю штукатурочку. Там немного поштукатурю и сворачиваюсь домой. Ну что, ребята, хочу вам показать, что я тут наделал. Как вы смотрите, поставил лампочку под стену, чтобы она вот светила и как бы создавала нам какую-то границу, да. Ну что, и все. Вот. Вот так вот. Пока миссия, но не очень красиво. Это первые слои, он толстый. Здесь у нас до двух, а то местами до трех сантиметров толщина. Но, как видите, стена уже сделала, короче, красиво. Даже для первого раза она уже красивая. Все сделал. Здесь прошелся. И за щетчиком тоже я прошелся, как видите. Все готово. Всего на все, что надо было сделать, это эту открутить. Вот здесь, видите, она держалась. Я эту открутил, туда немножечко подтянул. Тут уже отпустил. Подтянул и зажал. Все, она сейчас, видите, держит за стены чуть дальше. И у меня был доступ. Доступ, конечно, все, ну, маленький. Но для первого слоя здесь все отлично. Вот так вот. И тоже там заделал. Все, пускай она сохнет. Так подсохнет. Немножко чухану и финишем заделаю. Вот так вот. Что тут получается? Ну, блин, полчаса времени, пол ведра раствора. Видите, он осталось капелька. Вот так пол ведра раствора ушло. Все. На этом, наверное, все у меня сегодня. Я дальше реально не знаю, что делать. Все заключается в том, что ничего не понятно. Все, сворачиваюсь домой. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Продолжение следует...